Здравствуйте! В эфире хроника городских происшествий программа «Сканер» в студии Максим Ивановский. И вот главные темы сегодняшнего выпуска. В секунде от рокового шага в Благовещенске сотрудник МЧС спас женщину от гибели. Расправа над котом, зачем охотятся благовещенские автоворы и пьяная встреча с машиной ДПС. Обо всем этом далее в программе. И сразу к жуткой истории со счастливым концом. В Благовещенске женщина хотела спрыгнуть с 14 этажа, но ее спас сотрудник МЧС. Трагедия едва не случилась на политехнической. На карнизе у окна на 14 этаже горожане увидели женщину. Судя по всему, она собиралась спрыгнуть вниз. Подоспевшие спасатели начали разворачивать куб жизни и устанавливать автолестницу. Один из спасателей, Максим Бабко, в это время решил оценить обстановку изнутри. Он нашел квартиру женщины. И, к счастью, дверь была не заперта. Чтобы не создавать шума, который мог привлечь внимание женщины, спасатель снял каску и пояс. Максим Бабко подошел к окну, резко схватил женщину за капюшон и втянул ее в комнату. Поговорив с Благовещенкой, они вместе спустились на первый этаж. Там ее ждали врачи. В Благовещенский комендант выкинула кота из окна общежития. Об этом фонду помощи животным «Горящие сердца» рассказали студентки, проживающие в общежитии на Трудовой 9. Девушки взяли себе в комнату кота. Пушистый там жил, пока его не увидела комендант. Ничего другого она не придумала, как выбросить животное из окна. Теперь и студентки, и зоозащитники пытаются найти раненое животное. Напомню, депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который ужесточает наказание за жестокое обращение с животными. Согласно нему, за издевательство над братьями нашими меньшими, из хулиганства или корыстных побуждений можно лишиться свободы на три года. Также предусмотрены штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы. Городская госавтоинспекция назвала самые популярные у благовещенских угонщиков месяцы в этом году. Это июнь и январь. Именно в это время преступники угнали больше всего машин. Центр города и микрорайон – это те места, где чаще всего орудуют автоборы. Они, как правило, портят замки дверей, разбивают стекла. Их добычей становятся магнитолы, навигаторы, антирадары, сумки, сотовые телефоны. Чтобы защитить свой автомобиль, сотрудники ГИБДД советуют в первую очередь его застраховать и установить сигнализацию. В этом году своих железных коней лишились 64 благовещенца. И только 10 угнанных машин до сих пор в розыске. Нетрезвый водитель устроил ДТП, столкнувшись с полицейской машиной. Есть пострадавшие. Водитель «Жигулей» протаранил машину ДПС на 113-м километре автодороги подъезд к Благовещенску. Авария произошла в тот момент, когда служебная машина остановилась на трассе, ожидая разрешающий сигнал светофора. В пресс-службе амурской полиции сообщили, что водитель гражданского ВАЗа не выбрал безопасную скорость движения. К тому же медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. В ДТП травмы получили пассажиры обеих машин. Пьяных водителей ловили накануне и в столице Преамурья, а также и тех, кто не пристегивается ремнем безопасности или хачит за рулем. Всего инспекторы ДПС выявили более 300 нарушений правил дорожного движения. Ну и по традиции обзор городских аварий. ДТП на Островского устроила автоледи на Алионе. Девушка за рулем серой Тойоты выезжала со стоянки задним ходом и не уступила Мазде, которая проезжала мимо в сторону улицы Горького. Машины застыли посреди проезжей части, мешая другим участникам движения. Оба автомобиля получили механические повреждения. Люди не пострадали. В аварии на Богдана Хмельницкого никто не пострадал, а вот сами машины травмы получили. Универсал выехал со двора и тут же врезался в седан. Иномарки заморозили движения по крайней левой полосе, перегородив путь машинам. Последствия аварии – разбитые фары, вмятины на железе и ремонт в автосервисе. На месте работал экипаж ДПС. Малолитражка протаранила универсал. Ниссан Марч въехал в Тойоту Ипсум. Авария произошла на театральной. Марч жестко столкнулся со своим оппонентом. А все потому, что девушка-водитель хэтчбека вовремя не нажала на педаль тормоза. И как следствие догнала универсала на ходу. Обе машины получили повреждения. Вызывать медиков на место аварии никто не стал. Возле городской больницы произошла авария, но, к счастью, помощь медиков никому не понадобилась. Если ехать по улице больничной и поворачивать на Горького, то смело совершайте маневр. По крайней мере, дорожный знак «Главная дорога» об этом говорит. Также поступил и водитель пробокса. И все равно попал в ДТП. Его автором стала женщина-водитель микроавтобуса. Она ехала навстречу универсалу и решила никого не пропускать. Поэтому и попала в нашу хронику. А это кадры, присланные в редакцию сканера через Инстаграм. Очевидцы рассказали, на Затоне в районе реки Зея в одиночную аварию попал Ниссан Куб. Водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Слетел с дороги и перевернулся. В результате происшествия 27-летняя женщина-пассажир получила травмы. Добавили в ГИБДД. Ну и конечно же помните о том, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. До завтра.